Добрый день еще раз всем присутствующим. Моя презентация подготовлена на русском языке. Может быть это плохо с одной стороны, но хорошо с другой. Потому что я хотел, чтобы практически все слова и мысли, которые в этой презентации содержатся, донести до аудитории в максимальном содержании. Поэтому свое сообщение я буду строить как небольшую лекцию, для того чтобы не записывать, конечно, но чтобы переводчики имели возможность успевать переводить те части, о которых я буду говорить. Если какую-то часть я буду отклоняться от текста презентации, я буду говорить это как комментарий. Итак, повестка дня, так как я ее увидел, так как понял и что хотел сказать сегодня на основе опубликованной повестки дня. Туристские стратегии трех стран. Опыт, ожидание, картина будущего. Я уверен, что это очень правильный подход. И если этому подходу следовать дальше, то как картина будущего в следующем абзаце своей презентации я хотел услышать очень те мысли, которые есть о том, как проект «Серебряное ожерелье России» мог бы стать проектом «Серебряное ожерелье Петербург», «Южная Карелия», «Эстония». Правда, на чьей шеи это будет ожерелье. И немножко уже переходя к существу доклада, я хотел часть своего сообщения посвятить мнению 20-летних россиян именно в контексте повестки дня. Предыдущий опыт, ожидание, картина будущего. Ну, а прежде чем приступить, я хотел на следующем слайде коснуться терминологии. По крайней мере, для того, чтобы я имел возможность сказать, какой смысл я вкладываю в эти термины. Приграничный туризм, как комментарий. Мы собрались для того, чтобы развивать приграничный туризм. Сам термин не вполне определенный. Но две составляющих есть. Либо это составляющая транзитного туризма, и путешественник проезжает через регион. Может быть, что-то зацепит его взгляд, и он останется здесь на ночь или посетит какое-то мероприятие. Мне кажется, что второй вариант более важен. Это самостоятельный вид туризма, основанный на привлекательном для посещения образе приграничного исторического региона. Недовируемо, мы уверены, и есть такой регион. Что есть трево-журналистика для уточнения терминов? Направление журналистики связано с представлением информации о путешествиях и туризме именно для заинтересованной в этой информации аудитории. Это очень важно. Трево-журналистика, как часть журналистики, характеризуется теми же свойствами, как разнообразие жанров, тем, каналов медиакоммуникации и видов медиатекста. Изображение, текст, графика, фотография и прочее. Социальная журналистика. Термин тоже не вполне устоявшийся, но будем пользоваться таким определением. Социальная журналистика дает людям информацию, необходимую для принятия ими решений, в активном образе общественной жизни. Второе. Вовлечение граждан в обсуждение и организацию социально значимых проектов. И третье. Это благосфера, социальные сети и профессиональные средства массовой информации. Соединим эти два определения и, наверное, согласимся в том, что социальная тревел-журналистика дает людям информацию, необходимую для принятия ими решений, в путешествиях, как активном образе общественной жизни. Вовлечение граждан в обсуждение и организацию туристических и других проектов путешествий. И благосфера, сети и средства массовой информации, ориентированные на тематику и аудиторию, связанные с путешествием и туризмом. Развитие приграничного туризма я бы уделил внимание двум частям. Это рост числа совместных трансграничных культурных проектов и рост во имя понимания жителей приграничных регионов. Я намеренно не буду касаться шоппинг-туров и прочего бульонов из туристов в СПА. Это не те темы, которые я хотел бы затронуть в своем сообщении. Итак, я хотел, кстати, подчеркнуть, что тревел-журналистика – это новая специальность или, как говорят в России, профиль подготовки в университете кино и телевидения в Санкт-Петербурге. Надо выказать свою информированность как докладчика в вопросе, с которым я осмелился к вам приехать. Источник, показанный внизу слайда, Турпром, интернет-СМИ, сообщила 30 сентября, что «Таллинн» начинает рекламную кампанию осени 2013 года. Я посмотрел, что смог найти. Вот ее характеристики. Направлены на увеличение турпотоков «Таллинн». Не направлены, по крайней мере, нет слов о развитии регионального или приграничного туризма. Разработаны, в первую очередь, для туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Медиа-коммуникация через интернет-порталы и социальные сети. Хорошо. Три темы. Активный отдых, расслабляющий отдых, вкусовые ощущения. Мы в кулуарах уже, я как комментарий, о вкусовых ощущениях. Я в своем докладе ориентировался на молодежь. И мы, наверное, согласимся, что поколение 20-летних выросло в эпоху фастфуда. И оно ищет вкусовые ощущения, знакомые в Макдональдсе и подобных сетях. И авторская кухня в эстонском исполнении не всегда может привлечь молодого путешественника. Что интересно еще? Конкурс между будущими путешественниками. Победитель получит бесплатный тур в Таллин на двоих. Целевая аудитория, мобильные, продвинутые путешественники, молодежь, больше доверяющая информациям в социальных сетях, неже телевидению и другим видам СМИ. Я не смог найти результатов этой кампании. Или она еще продолжается, или я плохо искал. Я пользуюсь Гуглом, Яндексом не пользовался. Но теперь я вижу, как финские представители сказали, как важен Яндекс. Хорошо, двинемся дальше. Если мы говорим о молодежной аудитории, заголовок моего слайда «Сегодня дети, завтра народ». Может быть, кто-то из преподавателей вспомнит, кто автор этого изречения? Педагог Сухомлинский, известный деятель Советской педагогической школы. Итак, сегодня студенты, дети, завтра народ. Фотографии наших студентов, университет кино и телевидения. Я взял фокус-группу в количестве 30 человек. И провел с ними примерно час, задавая некоторые вопросы. Но надо эту группу охарактеризовать. Я взял специальность менеджмент. Вот с такими профилями подготовки. Управление телерадиокомпаниями, финансами, человеческими ресурсами, малым бизнесом. Отметим, что это те самые 20-летние, родившиеся уже после распада Советского Союза. Важно, что эти студенты платят за обучение. Это не вызывает у них проблем. Сумма 2000 евро в год примерно. Из них 24 человека имели, а 8 человек сейчас имеют действующие шенгенские визы. Зададим им несколько вопросов. Сколько из вас побывало в странах Шенгена? Эстония, Финляндия, другие страны? И не было. В процентах. Это реальные цифры. Итак, Эстония уступает Финляндии, а обе этих замечательных страны все-таки уступают другим странам. А сколько собираются вновь поехать в страны Шенгена в процентах? Я был несколько обескуражен, но цифры получились такие. Ну, может быть, если было 3000 человек, может быть, цифры были бы другими. Почему-то проблема второго посещения Эстонии у молодежи существует. Я хотел бы, чтобы вместе мы подумали, проблема ли это. И видно, что и Финляндия упала в рейтинги, и собрались немножко в другие страны. Выбор страны для путешествия в подарок. Это был очень коварный вопрос. Выберите путешествие, которое платит кто-то. Я могу спросить аудиторию, какую страну выбрали они в большинстве? Здесь три страны. Эстония, Финляндия, Россия, Америки не будет. Ну, так, на всякий случай. Вы знаете, какой был основной аргумент? По России очень дорого путешествовать. Если кто-то заплатит мне за это, все равно куда. Чем дальше по России, тем лучше. Еще немножко статистики. Вы можете видеть внизу счетчик, каунтер, седьмой слайд из четырнадцати. Поэтому я думаю, что колокольчик меня не успеет настигнуть. По времени я уложусь. Но любое занятие имеет временное ограничение. Сорок пять минут и все. Или полтора часа. Итак, доверие источникам информации о путешествиях. Печатные СМИ, телевидение, радио, интернет, сети. Личный рассказ очевидца. Никаких печатных СМИ. Телевидение и радио все врут. Да мы их и не смотрим. Интернет, СМИ тоже врут. Хоть мы их и читаем. Социальные сети, может быть. А если лично знакомый мне рассказал, это доверие. Способ выбора маршрута. Или турфирмы, или самостоятельно. Самостоятельно. Здесь сумма сто процентов не делится на две части. Выбирают. Можно и турфирму, можно и самостоятельно. Но, как говорилось в докладе про иматру, сначала турфирма. Поехал. Потом турфирма. До свидания. Я еду сам. Интересно встречам со сверстниками. Да, интересно, неинтересно, не знаю. Вот так, пожалуй, получилось. Да, мы бы встретились со сверстниками на вопрос, а какие темы. Я понял, что вообще-то надо было бы им помочь. Так вы готовы были встретиться? Ну, конечно, кино, путешествия, еще что-то. Но, знаете, уже ни бары, ни рестораны, ни выпивка. Совсем это уже их не интересует. Это комментарий. Это комментарий. Я доношу атмосферу, которая была на той встрече. Поскольку время ограничено, надо сказать, поэтому я сухие факты. В финском стиле сухие факты. Хотя в русском стиле могут очень много добавить. Итак, осведомленность. Хватит поднимать руки, назовите явки, пароли, имена. Любые деятели государства, науки, культуры, искусства, ну, хоть что-нибудь. Мы констатируем, что такие символы моей эпохи, как Ава Пикус. А кто-то помнит этот Ава Пикус? Я занимался велоспортом. Я с ним одного года рождения. Ну, разная судьба в спорте. А по жизни тоже. Финляндия. Вилли Хапсала. Вилли Вала. Я проверил эти имена. Такие люди есть. Кстати, по поводу Вилли Хапсала. Это из эмоционального фона. Лицо страны. Вот я бы спросил, но это уже занял бы все мое время. Лицо страны. Пожалуй, они сказали, что Вилли Хапсал. Образ. А лицо Эстонии. А вы мне предложите, подскажите, кто был бы сегодня лицо, символ Эстонии для россиянина? Для молодых. А на веске и тынисмаги отдыхают. Извините. Или как-то нервно курят в уголке. Нету такого лица. И я не скажу. Так, чтобы это было для молодежи интересно. И вы мне, я вижу, не поможете. Михаил Веллер? Но он же живет в России. Но тогда мы вспомним и... Господи. Юрия Лотмана. Тартусский дух. Немножко это сложная тема. Хорошо. Это студенты говорили. Да, поэтому вот, извините, такие получились факты. События в совместной истории. Провокационный вопрос. А никакого нервного отношения не поступил. Ну, Эстония вышла из состава в СССР. Одна сказала, в 85-м году. Ну, вышла и вышла, но и ничего страшного. Их это нисколько нервирует. Финляндия. Два факта. Даты были названы примерно такие же. Города. Ну, поскольку я сказал, что я поеду в Нарву. Поэтому, кроме Таллина, появился только Нарвен. В Финляндии было много. Относительно. Еще было пара городов. Университеты. Университеты. Еще про осведомленность. Средства массовой информации. Название. Газета метро. В любой стране мира есть газета метро. Радиоканава. Радиоканава. Музыкальные коллективы-исполнители. Тарья Турунин. Говорят, есть. Я немножко виноват, когда мне сказали, что брейнсторм это эстонская группа. Да, Николай? Вот он мне сказал, но это получилась ошибка. Достопримечательности. Замок Нарвы, Старый Таллин. Образы с открыток. Да? Вот образы с открыток. Башня и так далее. В Финляндии мне особенно понравился музей напротив вокзала. И одна девушка в кладбище в Лапинраде. Что ее туда понесло? Я не знаю. Они практически все не пьющие, не курят. Пожелания. Больше доброжелательности. Пусть сервис будет не так дорог. Ну, был еще за скобками анекдот про эстонцев. Далеко ли до Таллина? Теперь далеко. Ну, я считаю, что это нормальный. Он никого не обижает. Вы же неправильно сформулировали свой вопрос. Итак, двинемся дальше. Десять слайдов мы просмотрели. Я взял для контент-анализа такой сайт MyEstonia.ru. Это особый проект, который делал человек, искренне любящий Эстонию, человек из России. Посмотрим, какие темы там были. Американские журналисты признали Таллин идеальным местом для путешествия весной. В квадратных скобках количество просмотров и количество комментариев. 502 просмотра, 0 комментариев. Более мелкий текст я не буду переводить, он лишь комментирует основную мысль. Таллин – лучшее место для зимнего отдыха. Британское издание Guardian. Эстонию назвали среди 13 мест мира, которые непременно нужно посетить. Нарвский замок, возможно, станет чудом Балтийского моря. За скобками опросов, общаясь со студентами, я спросил, вы верите в эту информацию? Нет. Осталось еще заказать в другой газете, что Эстония – лучшее место для осеннего и весеннего отдыха. И это говорит о том, что вот немножко заказные компании, где явно прослеживается рекламный ход, маркетинг, очень отторгается молодежью как давление на их. Ну и как итог, этот проект закрылся 1 марта 2013 года. Еще один проект. Турблогер – это другая история, когда на огромном сайте блогерства о путешествиях Эстония занимает маленькую, небольшую часть. Посетителей много. Что там можно прочитать про Эстонию? Эпоха толлинизма. Комментарий одного из посетителей. Очень здорово описан Таллин, очень он добрый получился. На самом деле, хорошая, замечательная статья, но немножко в стиле блогерства. Очень выпячивает личность автора. И Таллин остается как бы за спиной ее. Как декорация. Я в таком наряде, я в другом. Эстония 2012 года, 2012 маршрут. Эстония производит приятные впечатления, несмотря на неоднозначное отношение к ней в России. Автор так пишет. Подземелье Таллина. Автор. Прошедшую пятницу решил не скучать в Хельсинки и сплавать в Таллин. Вот треугольник и получается. Но и авторский текст, и комментарии очень неоднозначные. Это связано с определенными периодами в нашей совместной истории. И после этих комментариев как-то мне не захотелось бы посетить подземелье Таллина. Может быть, я не прав. Но я поверил тем комментариям людей, которые там были. И уже никакие брошюры, боюсь, ни моего мнения, ни мнения студентов уже не исправят. Москва, Таллинн, Стагуэм, Хельсинки, Зоуикенд. Автор. Я расскажу вам, как можно проехаться по маршруту за один день. То есть все очень быстро. И счет ночей здесь, может быть, не так важен. И я хотел особенно сказать об этом материале. Интерактивная панорама водопада Ягола. Такой водопад существует, раз есть его интерактивная панорама. Это потрясающе. Вот ни профессиональные журналисты, ни местные компьютерщики почему-то не сделали эту замечательную интерактивную панораму, а турист сделал. И я запомнил этот водопад именно потому, как я смог его посмотреть во всем пространстве, сверху, вниз и так далее. Ну, какая статистика, видите, дневников 13-й год-2 про Эстонию, 12-й год-7, 2011-5. Немного. Что касается официального ресурса VisitEstonia, русский язык. У меня такое ощущение, что вот сайты VisitAnyCountry, они сделаны на одно лицо. И если убрать наименование страны с такого сайта, и если там будут картинки, не поймешь вообще о какой стране речь. В России тоже сделали такой сайт, Russia Travel, тоже все слизано с шаблона. Правильно это или нет? Не знаю, не уверен. Тем более сегодня мы услышали, что сайт немного устарел. Не знаю, может быть это так. Но что здесь? Скучно. Скучно, долго, с тормозами. Дойти до региона, еще что-то трудно. Есть страница в Фейсбуке, но Фейсбук это место для ссылок, для обмена короткими впечатлениями, но не место для размещения медийных материалов, статей и всего остального прочего. Форум TripAdvisor, страница ВКонтакте, живой журнал. Что касается визуальных материалов. Так, там я искал всего 25 видео на английском языке. Видео бессодержательные, стандартные, видовые нарезки. Отличить на ней Эстонию от другой страны не всегда и возможно. И сегодня мы такой образец Робби Вильямс. Ну да, когда мы видим город, сегодня да, собака с газетой. Это неинтересно. Публикация в российской прессе. Почему-то упомянуто 6 статей в 2010 году, потом дыра и ссылки на 6 изданий. Неинтересно получилось, мне кажется. Хорошо. Ну что мне понравилось? Интерактивная карта Эстонии. С трудом, но как-то вот запускается. Но мне кажется, что если бы для каждого региона была такая интерактивная карта, более локальная, это было бы гораздо важнее. Мы уже обсуждали здесь, что для туриста важно понятие защищенности. А как мы видим защищенность в современном путешествии? Это всегда на связи. Всегда на связи. Я никем не потерян. Если я был в туристическом информационном центре, обо мне помнят. Вот моя почта, мой телефон, буквально где я нахожусь. Если что-то со мной случилось, я знаю, кому обратиться. Итак, на предпоследнем слайде я хотел бы упомянуть те проекты, которые Catch My Eyes, то есть обратили взор. И хотелось бы узнать больше. Я узнал, что не все представители Эстонии знают, что такое талок. А мне это понравилось. Я не знаю, мне плохо видно, очки одевать как-то не очень. Но вы, наверное, все знаете, в общем-то, да? Это приобретающий во всем мире популярность вид отдыха в сочетании с добровольной работой. Это мне крайне понравилось. И примеры таких талок, которые проходили в Эстонии, мне показались интересными. Да. Инфопресс ЕЕ я нашел буквально в последний день. Проект Дельфи обратил мне внимание. В частности, я журналист, вкладка. И конкурс, финский конкурс с большим количеством лайков и твитов, пересылок до 12 регионов, 12 месяцев, 400 добровольцев. Живой конкурс проходит. И мой последний слайд. О чем надо бы подумать вместе? Я не навязываю эти мысли, я хочу о них сказать. Студенты – важная группа путешественников. Почему? Они унаследовали опыт своей семьи. Они влияют на предпочтение своей семьи. Они активны участники социальных сетей. Они желают общаться со своим сверстниками в путешествии. И отметим так, что студенты составляют разные возрастные группы. Есть университеты третьего возраста. Такие же студенты под 80 лет. Студенты – важный источник тревел-информации, то есть информация о путешествиях. И я прошу обратить внимание на такую мысль, что в продвижении приграничного туризма должны увлекаться студенты профильных специальностей. Каких? Туризм, тревел-урналистика, креативные медиа. А для генерации профильного медийного контента, может быть в рамках конкурсов, надо больше ориентироваться на полупрофессионалов. Не на профессионалов с замыленным взглядом, которых нанимают турфирмы, везут с собой, поют, кормят. Они пишут шаблон номер пять, в какой мы стране, раз, два, три, все написано. И это не блогерство, когда текст ужасен, личность выпячивает, и позиция автора не всегда стабильна. И совместные проекты Эстонии, Финляндии, России в продвижении приграничного туризма на основе вышеизложенного на уровне государств, регионов, городов и университетов. Вот на этом теперь все. Спасибо вам. Дело в том, что опрос был построен методически на быстрый эмоциональный ответ. То есть то, что лежит у человека в сознании на поверхности. Это был быстрый ответ. Если бы мы поступили более, дали бы время, они бы заинтересовались этой темой, может быть появились и вот эти мысли. Но здесь я и к ним обращался быстро и навскидку. Поэтому вот, может быть, первый эмоциональный быстрый ответ несет больше информации, нежели подготовка и подборка фактов и так далее. Поэтому это был вопрос такого стиля. Я могу дополнить то, что наши студенты, может быть, так плохо знают Эстонию, Финляндию, можно спросить эстонских студентов, может быть, они тоже мало знают. Это не проблема, ничья проблема. Это не проблема, я считаю, ни преподавателей, ни студентов. Это так получилось. Если мы хотим развития, может быть, надо не спеша, спокойно, совместно работать в этом направлении. Александр Александрович, вот такой вопрос. Если бы перед вами поставили такую задачу привлечь внимание к Эстонии, ну, конкретно к граничному региону Эстонии, да, где мы сейчас находимся, на чем бы вы сделали акцент? Да, это вопрос по существу. Хватит, дядя, болтать, отвечая на вопросы. Я бы сделал акцент на встрече молодежи, организованной и направляемой старшими товарищами. То есть, подсказать тему, формат, дать возможность подготовиться, сделать так, чтобы это не было такой дискуссией яростной. Может быть, обязательно должен быть положительный результат. И мне показалось, что вот такой темой таких бесед, вот я видел объявления, дебаты в стиле британского парламента, которые здесь планируются. Вот доклад стереотипы, да, Финляндии. Может быть, о стереотипах. Может быть, вот должен цикл. Если говорить о медиа, да, я бы хотел, чтобы появилось некоторое количество медиаматериалов, которые было бы интересно молодежи посмотреть и начать комментировать, и обсуждать. Поэтому видовой фильм с пролетом над территорию никто обсуждать не будет. Должна быть зацепка, чтобы... И зацепка не в том, в каком виде турист пошел в сауну, и не о культуре сауны. Это, ну, это обычай, скорее, это не культура. А все-таки, вот, разговор, например, о стереотипах. И чтобы аудитория могла сгенерировать в формате такой вот диалог, который можно было потом бурно обсуждать тем, кто посмотрит эти диалоги, опубликованные в интернете. Даже не на телевидении. Я бы так ответил. Спасибо. Александр, у меня вот такой вопрос. С одной стороны, Вы готовите профессионалов, журналистов, тревел-журналистов. С другой стороны, Вы говорите, что до молодежной аудитории доходит информация от их же сверстников и непрофессионеров. Вот нет ли здесь противоречий? Спасибо. Легких вопросов не осталось. Дело в том, что все-таки само понятие журналистики достаточно такое строгое, может быть, или расплывчатое, дано. Но информация должна носить оттенки подачи профессиональной. То есть нужно каким-то образом через профессиональную подачу, группировку, редактирование материала поднимать уровень дискуссии на большую высоту. Так, чтобы горизонты расширялись. Чтобы при обсуждении люди хотели узнать что-то другое. А на уровне блогерства, извините, я очень мало видел материалов в благосфере, которые бы поднимали уровень обсуждения на большую высоту. Часто этот уровень обсуждения падает ниже на уровень сауны и цен в ресторанах и еще чего-то. Вот чего мне хотелось. Поэтому умелое руководство государства, региона или университета тем, чтобы мягко подсказать молодежи, что давайте в своих дискуссиях расти, а не падать на более мелкие темы. Вот почему мне кажется, что это важно. Я эксказирую. Продолжение следует. Это была студия, на которой, по-настоящему, все это, да. Мы с нами всегда рады, как они. Замечательно. Это фантастический вопрос. Но я считаю, что этот вопрос, это не вопрос, это тема будущей конференции, где ответы на такие вопросы надо находить именно вместе. Я не готов взять на себя ответственность за формулирование, тем более я не знаком с образом мысли эстонской молодежи и финской. Но мы сегодня поговорим о эстонской. Я не знаю, что такое эстонская молодежь. Я не знаком с ней. Если бы мы вместе получили бы, может быть, те же вопросы, может быть, другие, может быть, что-то еще. Но мы должны, как преподаватели или как деятели государства и бизнеса, помочь молодежи начать общаться. А какие проекты будут для них интересы, надо у них спросить. А мы должны создать площадку для обсуждения проекта. За них мы не решим. Можно только догадываться. Александр, очень интересное Ваше было выступление. Я хочу задать такой вопрос. Вот на мой взгляд, за те годы, я это называю, про себя, холодной войны или нетружественных отношений между Эстонией и Россией, Наши ближайшие соседи и друзья финны очень преуспели в том, чтобы раскрыли свои границы по максимуму, инвестируют, пользуются моментом. Но лет-то прошло уже немало. Как Вы считаете, есть ли у Эстонии шанс не то чтобы перегнать, хотя бы догнать этих финнов? В аудитории же присутствуют представители Финляндии, наверное? Я стараюсь быть предельно корректным в таких ситуациях. Мне кажется, что Эстония это такая часть бывшей Советского Союза, к которой у каждого советского человека особое отношение. Это отношение как к жене или к сыну, который тебя бросил. Я реально так говорю. Я из тех, кто тоже так думал. Мы их так любили, а они нас бросили. Но поскольку это не отношение между людьми, которые смертные, их отношения засыхают как-то странно, они же вечны, мы же верим в это, да? Поэтому вот на этой основе, если Эстония бы воспользовалась вот таким вот фактором, мне кажется, что я снова, как говорил мэр Иматры, вот этот вот взгляд из спины повернуться и как-то начать вот с молодежи, можно начать снова. Ну и что-то про нас вспоминать. Я свою тещу спрашивал, что она помнит об Эстонии. Красивая страна, но воды захотели напиться, а колодцы во дворах, нас не пускали во дворы, чтобы дать воды. Но это те люди, которые, как мэр Иматры говорил, не надо их ломать, не надо... Они со своими воспоминаниями остались и останутся. Другое поколение, оно по-другому мыслит. Поэтому что-то здесь... Не надо соревноваться с Финляндией. Цифры, о которых мы сегодня слышали, конечно, все очень увлекательно. Вот здесь была беседа с телевидением, когда я сказал о смерти шоппинг-туров, и чем быстрее шоппинг-туры скончаются, тем лучше будет для наших стран. Один из журналистов говорит, я об этом материал и готовлю. Вот. Поэтому вот это шоппинг-туры, вот эта вот скупка макарон и кофе в магазинах, это должно уйти. Мы в кадре нашли новый термин для вида хомо. Хомо-сапиенс, да? Хомо-навигатио. Человек-путешествующий. Современная молодежь, она уже может и жить и по месяцу, и по три месяца, и по полгода в любой стране. Поэтому это уже не туристы, а это и не путешественники. Это люди, которые легко перемещаются из одной страны в другую. Проблема с границами, когда это будет решено, безусловно, с транспортом, это не так страшно. Вот. Не надо соперничать с Финлянди по цифрам. Давайте вместе с Эстонией соперничать по духу отношению. Мое такое предложение. Продолжение следует... Продолжение следует...